Никто не ожидал названа причина смерти 89-летнего Александра Ширвинда. 89-летний Ширвинд мог умереть из-за проблем с сердцем. Президент Театра Сатиры Александр Ширвинд мог умереть из-за проблем с сердцем. В последнее время народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболевания. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. В 2019 году актёр перенёс операцию на сердце. По этой причине ему установили кардиостимулятор. В 2020 году у Ширвинда случилась пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Летом 2022 года у него диагностировались тенокардию. Александр Ширвин скончался в больнице, не дожив до своего 90-летия. Несколько месяцев даты и места прощания со звездой пока не сообщаются. Александр Олешко рассказал, что Александр Ширвинд планировал выйти на сцену 3 апреля. Олешко рассказал, что до последнего сохранялась надежда на выздоровление Александра Ширвинда. Сегодня пришло известие об уходе из жизни президента театра сатиры и выдающегося народного артиста России Александра Ширвинда. Его коллеги глубоко употрясённые этим выражают соболезнования семье. Ширвинд был культовой личностью, его уход – великая утрата для всех, кто связан с театральным искусством. Его охотно приглашали и в кино. Он блестяще играл роли в таких картинах, как «Ирония судьбы» или «С лёгким паром», «12 стульев», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В качестве президента театра сатиры Ширвинд воспитал многих талантливых актёров. В театральных кругах его назвали «королём флегматичного юмора». Существующие высказывания об этой невосполнимой утрате звучат от многих коллег-артистов. В частности, Александр Олешко в своём личном блоге поделился подробностями трагедии. «Вот и всё. Ещё в 14.35 была надежда даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе», – написал актёр. Александр Ширвинд, невзирая на свой преклонный возраст, всё ещё играл в родном театре и планировал выйти на сцену в постановке «Где мы?» о Родиона Овчинникова. Александр Анатольевич Ширвинд родился 19 июля 1934 года в Москве в семье Анатолия Густавовича Теодора Гдальевича Ширвинда и Раисы Самойловны Кобыливкер. Его отец был скрипачом и педагогом, мать-редактором Московской филармонии. Во время Великой Отечественной войны Александр Ширвинд находился в эвакуации в Пермской области. Его родители выступали в составе фронтовой концертной бригады. В 1956 году Александр Ширвинд с отличием окончил в Москве театральное училище имени Щукина, ныне театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, выпускник курса педагога Веры Львовой.